Здравствуйте, телезрители! Я Павел Андреев. Мы на канале Лаборатории Жизни и в нашем офисе, в нашем пространстве. Сегодня у нас разговор о важном, где мы исследуем с такой живой, с человеческой точки зрения, что же у нас происходит до, в процессе и после астрологического обучения, на коем и специализируется наша организация. Представьте, пожалуйста, как вы о нас узнали и что вы делали у нас. Меня зовут Ольга Ральченко. Я сейчас учусь на 13-м потоке на курсе Уран. Мой путь в астрологию был, можно сказать, через тернии к звездам. Три астрологические школы, три разных преподавателя и бесконечный внутренний поиск, ощущение, что что-то не то. Потом мне посчастливилось взять в руки ваш учебник по биоастрологии, над которым я плакала три дня, потому что все свои вопросы, я получила ответы на них, читая первых 50 страниц биоастрологии. Такой катарсис невероятный. И выходит, допустим, три школы, в сторону же был запрос такой, поиск экзистенциальный, зачем, как, чему и почему. А зачем три, может, одна и нормально. До этого я работала в строительстве в течение 11 лет, и вот в один прекрасный вечер действительно произошло выгорание. Получился такой как бы внутренний запрос, да, что что-то как-то глубже все в жизни устроено, внутренние поиски привели к тому, что я решила буквально одним днем пойти учиться на астролога, в астрологическую школу. Но дело в том, что во всех трех школах мне не хватило самого важного, вот этой самой базы, понимания картины мира, как все устроено, как все работает. Там давали какой-то каркас, который нужно было на что-то положить. И именно в вашей школе я получила вот этот самый фундамент, на который уже можно было применять инструмент. Любопытно. Буду знать, что, оказывается, у нас книга еще и такая слезогодная, и есть каркас. А допустим, вы приняли решение пойти учиться на астролога, почему не гипнотизера или никуда-нибудь еще, что вас подтолкнуло к этому? Ну, честно говоря, подтолкнула Яндекс.Реклама, то есть я лежала на диване в состоянии выгорания от своей работы, и мне попалась просто бесплатная реклама натальной карты, все бесплатно. И я читаю про свое солнце в рыбах, и думаю, ну надо же, как все прям про меня. Хотя до этого я никаким образом с эзотерической или какой-то там астрологической темой не связана была в жизни вообще. То есть стройка, мужчины, да, как бы все четко, стабильно. Да, такой прям живой интерес проснулся, и я думаю, наверное, астрологами ими должны рождаться, такому невозможно научиться. Потом открываю там Яндекс, оказывается, астрологических школ очень много, ну то есть вот этот поспешный выбор был сделан без анализа. От живого к рыбьему. Ну, явно там в описании солнца в рыбах не было мужика стройка как основной солнцезажигающее действие. Ну, невероятно. А допустим, вы уже учитесь первая, вторая, третья, четвертая школа, а коллеги со стройки или даже тот же мужчина, они вам санитаров не вызвали? Ну, позиция мужа была прямая, что заниматься чем угодно, лишь бы это не касалось меня. Ко мне со своими материалами не подходить. Но пальцем у виска не крутили, и ярого отторжения, получается, вы не получили. Так устроена ваша судьба, что получилось более-менее в потоке это все совместить. Да, но единственное, что буквально за 3-4 месяца мое окружение поменялось полностью. То есть у меня 90% людей отвалилось. По сути, по такой маевтической, акушерской традиции Сократова, как бы начали себя астрологически рождать заново, какую-то новую версию. Превращаться там из гусенички в бабочку, и вместе с этим отвалились и прежние какие-то сегменты жизни. Ну, их это пугает, но переживать не стоит, отрастет всегда новое. Только вместо щупалец и тентаклей будут крылья. То астрология, собственно, и делает, отращивает крылья. А, допустим, такой вопрос более материальный. Вызнанная стройка бизнеса, выиграли. После этого вы нищенствовали или как-то не повлияло это? Или, может, даже подросли вы в доходах астрологически? Первых четыре месяца, естественно, я не брала никаких консультаций, но уже стало интересно подругам. И с четвертого месяца обучения на курсе Меркурия у меня уже появился какой-то поток. То есть на несколько консультаций у меня всегда уже была такая маленькая предзапись. Ну и, в общем-то, начиная с курса Уран, сейчас это уже стало постоянным доходом. Видите, какое живокормящее ремесло. Относительно Меркурия и Урана, ну это ступени на профессиональном обучении. Спросим Ольгу такую позицию. Вот то, что вам запало в душу. Ну ладно, 50 страниц учебников, которые даже можно в интернете своровать, прочитать. А между Меркурием и Ураном в чем разница? В чем отличается такой астролог-трактовочник, который перекопирует и плагиатит от того, кто знает чего-то еще? Почему к вам идут, а не в интернете прочитывают «Солнце в рыбах» по рекламе? Разница случилась в фундаментальной ошибке атрибуции. То, что получилось в самой понятии, то, что получается доносить до людей. Что, оказывается, за запросом самой популярной финансы и отношения стоит все, что угодно, кроме их самих. Получается, люди сами себе врут, живут в этом вранье, и вы им, как морфи, вскармливаете таблетку. Иногда как коту загоняет в колбасу. Но кто-то мурзится, но кто-то прозревает. И как ваша обратная связь по этой предзаписи, учитывая, что это даже постоянный доход? Люди довольны или говорят, что вы ведьма? Вы знаете, довольны, они возвращаются. Они возвращаются с другими вопросами, с какими-то осознаниями, с результатами. Они приводят своих друзей, друзья приводят своих друзей. То есть уже как бы такой... Сейчас уже, на данный момент, ко мне приходят люди, которых я лично не знаю. Вышли в массу. На астрологическом языке уже из 8 в 11 поле перетекли. Там уже ближе к истине дойдете. Очень любопытный квест-путь. Ну и как вам кажется, вы подзабьете на Урана, скажете, что это сложно, не нужно, и так все в интернете написано? Или думаете, что доживете как-то до конца на наших тестах с экзаменами? Нептун и Платон в планах. Да, ну и даже за пределами Урана. Там всякие и мастерства, и профессиональные качества. Ну и финалочку спросим. Относительно предзаписи клиента потока, это святое. Вот про вашу жизнь, вашу реальность. Если возьмем стройку выгорания, там атрибуты, круг, муж, деньги, еще что-то. Ну про окружение и про рост дохода это мы уловили. Он вырос или вы примерно как в стройке сейчас? Три раза вырос. Видите, в 300% какие у нас. Противоэкономические пируэты. Допустим, история с родителями, с каким-то ближним окружением. Вы по-прежнему в каких-то созависимых залипаниях? Или вы прозрели красную таблетку, съели и сами? Ну именно муж заметил то, что в процессе моего обучения у нас стало тихо дома. А так как, ну есть такой астрологический аспект восьмидомный стелиум, то есть моя жизнь, она была как на пороховой бочке. В стройке у меня происходили всякие ЧП. То есть там кто-то там спарил себе животы, кто-то падал в лифты, в шахты и все остальное. То есть постоянно был какой-то такой вот кризис, и я была в эпицентре всего. На данный момент, то есть я живу спокойно, в моей жизни перестали происходить такие события. Но ко мне приходят клиенты с какими-то похожими адреналинистыми ситуациями и кейсами. Но в моей жизни наступило какое-то гармоничное состояние, в том числе и дома тоже. То и муж вам живот уже вспороть не хочет в этом случае. Да, ну здесь два аспекта. Поясним, во-первых, история с этажностью. Потому что карта это как многоэтажный дом, и когда с нижнего этажа прописанного котами вы поднимаетесь наверх, ну там пахнет как-то более благопристойно. И во-вторых, эффект наблюдателя, помимо атрибуции. Условно, есть ли у нас объем событий, мы проживем его хотим или нет. Но можем прожить в разных характеристиках. Ну банальные жертвы, обстоятельства, вот падает на голову и все. Это все хорошо, что в стройке работали, вы в лифт не упали. А так могло быть, если бы не работали в стройке, сами бы в лифт навернулись. То есть нижний этаж навернетесь сами, средний этаж, наборачиваются ваши непосредственные подчиненные. Или коллеги, этаж повыше. Вы это наблюдаете, созерцаете, чувствуете. Ну уже с такого, с предметами стекла микроскопа, с позицией следователя и созерцателя. Ну вот в этом польза астрологическая по всей вероятности. Как минимум троица в доходе, перейти из жертвы сотворца, может быть, даже наблюдателя-стерцателя. И создать такую многофакторную гармонию по всему периметру. А как изменилась ваша социальная жизнь в процессе обучения? Во время обучения я действительно нашла здесь не просто единомышленников, а друзей и подруг. Дело в том, что мы уже Новый год отмечали вместе с семьями. У нас дружат дети, у нас дружат мужья. Совершенно другой круг общения. Астрология соединяет сердца и формирует новые социальные круги. Высоковибрационные, высокочастотные контуры. Поэтому чувствовать себя одиноким отщепенцем, значит, астрология может помочь. Мне кажется, Ольга нам здорово рассказала. Благодарим Ольгу. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...